Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на тушение пожаров и ликвидацию ЧС столичные спасатели совершили почти 3000 выездов. За это время на пожарах погибли 11 человек. 29 пострадали. В результате боевой работы 280 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон. А теперь о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Чудом удалось избежать человеческих жертв на пожаре в столице в понедельник. Ночью загорелась квартира в четырехэтажном доме по улице Волоха. За помощью к спасателям обратились соседи. Жильцы дома позвонили в дежурную службу МЧС по номеру 101 около полуночи и рассказали, что в подъезде сильное задымление. Буквально через несколько минут на месте были спасатели, которые в окутанной дымом комнате одной из квартир на первом этаже обнаружили горящий матрас, а на нем спящего 66-летнего хозяина. Мужчину с ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения госпитализировали. По одной из версий, пожара можно было бы избежать, если бы пострадавший затушил сигареты. Не секрет, что в Беларуси курит большое количество населения. По данным различных опросов, больше 50% мужчин и 10% женщин ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жилищем из-за непотушенных сигарет. Сам окурок через некоторое время гаснет, вызвав тление, но образованный им очаг, даже небольшой, способен вызвать возгорание. Курение в паре с алкоголем приводит в лучшем случае к испорченным дымом стенам и потолку, в худшем – к потере дома или даже к смерти. По статистике МЧС, курение в постели остается основной причиной пожаров и гибели от огня белорусов. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, в эти дни в республике продолжается акция «Не прожигай свою жизнь», в рамках которой МЧС еще и еще раз обращает особое внимание на повышение бдительности населения к вопросам собственной безопасности и заботы о тех, кто находится рядом – соседей, родственников, знакомых. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и нас, окружающих. Минск чрезвычайный. Во вторник утром на стоянке по улице Лобанка, как спичка, вспыхнул автомобиль. Горела легковушка «Форд Фокус». Ликвидировать пожар смогли только оперативно прибывшие спасатели. Однако машина получила серьезные повреждения. Автомобиль «Лексус», который был припаркован рядом, пламя также не обошло стороной. К счастью, никто не пострадал. Вероятнее всего, к ЧП привело короткое замыкание электропроводки под панелью сгоревшего «Форда». Смертельный пожар с массовой эвакуацией произошел во вторник. На улице Берута средь бела дня загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в комнате квартиры, охваченные огнем вещи. Пожар бушевал на 10 квадратных метрах жилплощади. Из соседних квартир при помощи масок для спасаемых огнеборцы вывели четверых человек. Среди них был двухлетний ребенок. Из подъезда эвакуировали 21 жильца дома. В горящей комнате обнаружен труп мужчины. Позже выяснилось, что это был 58-летний безработный, который зашел в гости к своей знакомой. Хозяйка жилья в момент возгорания дома отсутствовала. Пожар ликвидировали, его причина пока неизвестна. Рассматриваются несколько версий, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Минск чрезвычайный. Середина недели была относительно спокойной. И вплоть до воскресенья серьезных происшествий в столице не зафиксировано. Детская шалость с огнем могла стать причиной пожара в доме на улице Казинца. ЧП случилось в воскресенье вечером. Спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом 12-этажном доме. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из квартиры на девятом этаже шел сильный дым. В ней проживает хозяин-пенсионер, его жена, дочь и внук. Хозяина в момент происшествия дома не было, а те, кто был в помещении, вышли еще до приезда спасателей. Из соседних квартир и тех, что расположены выше, работниками МЧС был эвакуирован 21 человек, двое из них дети. Пострадавших, к счастью, нет. Огонь повредил мебель в квартире, все помещение закопчено. Предположительно, причиной пожара стала детская шалость с огнем шестилетнего внука хозяина. Уважаемые родители, обращаю ваше внимание на то, что осторожности в обращении с огнем нужно учить детей с первых лет жизни и постоянно. Помните о том, что огонь в руках ребенка добрым не бывает. Спички, зажигалки не должны становиться игрушкой и быть в свободном доступе для детей. Ну вот и все о происшествиях ушедшей недели. Какой будет нынешняя, я расскажу вам в следующий вторник. Хорошего всем дня! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.